ребята привет сегодня попробуем разобраться где нам взять утепленный костюм для выживальщика он очень важен и нужен чтобы не замерзнуть длительное время вот и собственно покажу где найти для данного костюма ресурсы полное бонирование состоит из перчаток шлема и собственно самого костюма вот здесь видно у меня он уже есть он уже одет на мне и как бы я уже не мерзну есть и шлем и сам костюм и перчатки все присутствует еще с собой на данный момент путешествие я беру вот такого робота пингвина пингвик рыл шпион пинг жуан пульт от него обязательно сигнальная ракетница и термос на всякий случай термос тоже кстати помогает при низких температурах отправляемся в путь да забыл сказать для того чтобы сделать данный костюм здесь нужен очень интересный ресурс а именно мех снежного сталкера причем их нужно два на сам костюм один на перчатки и один на утепленный шлем то есть в общей сложности нужно 4 меха едем искать снежного сталкера путь в сторону отметки посадочная площадка робота центра базы фи там точно где-нибудь мы их найдем там точно они где-то водятся полегче на поворотах ты и собственно вот здесь мы как раз таки выезжаем впереди вон там далеки а на воротах база фи но задача у нас на сегодня не туда сходить поэтому мы едем или летим на этой подушке какой-то электромагнитной поисках сталкера приехали приехали заходим в какую-то пещерочку а вот здесь важный момент нам нужно сразу назначить сигнальную ракетницу на пусть пятый слот можете назначать на любое это нам очень пригодится сейчас поймете почему видим уже здесь гости соответственно первый признак что где-то поблизости есть сталкеры а вот и вон а вот и вон сейчас будет нападать и а горится об об а вот для чего и нужно было сигнальная ракета они почему-то панические боятся и не атакуют хотя вот существо грозное но боится сигналки теперь что нам нужно нам нужен его мех будем пробовать добывать для этого берем нашего робота главное чтоб он там не согрелся сейчас на нас можно сделать как можно в принципе вот сюда вот бросить сигнал очку и он уже будет бояться постоянно после этого берем пункт от нашего робота и оплях поплях вот как то так иди к папочке сюда не поедем еще перевернется ну куда же ты уходишь а он уходит он сигналки позабоялся я надеюсь у нас радиус действия нашего робота позволит добыть этот ресурс оп раз два три нам нужен еще 14 принципе все на этом можем оставить сталкеров покоя возвращаемся а вот ценный ресурс то и добыт уже и потом можно использовать этот мех качестве ресурса для крафта утепленных вещей которые неплохо так добавляют к незамерзаемости скажем так нашего героя в принципе уже можем подобрать где-то 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 мы его потеряли вот он стоит пинг жоан почему-то по моему раньше по-другому назывался а у них у каждого разные названия вот тот там брошенный был пингеорг он он что даже не знал 4 шерсти соответственно мы добыли теперь ставим сигнальную ракетку на 5 слот потому что где-то рядом кто-то рычит ах не успел не успел не успел а почему нож поставился а я я я я я я я я чё-то тут я под перепутал а где сигнал к а мышь ее выкинули там пещере то в той значит нужно как-то быстро быстро проскакивать до пещерки без сигнал ки вот это нужно учитывать да кстати когда потому что без ракеты без сигнальной нам будет очень не по себе если она вообще еще жива заодно и проверим так да сигнал очка работает это хорошо но иди и и опять не успел да что ж так а вот так не фонариком ему вряд ли что-то сделаешь а вот от сигнал очки он так придется использовать аптечку берите всегда с собой в путешествие аптечки не ой как пригождаются в итоге то теперь есть еще одна задача мне хотелось бы найти детеныша снежного сталкера там тоже интересно себя так проявляет сейчас попробуем посмотреть если найдем конечно вот куда-то все выше и выше поднимаемся ракетку можно пригасить здесь фрагмент снежного лиса он нам уже не нужен у нас уже сделан снежный лис замерзаю я одет в снежный как защитный теплый костюм уже не так как это было раньше где-то мы поисках чего-то поисках детенышей кстати вот изучено яйцо три створника появилась у нас сообщение в левом углу я не знаю кто это такой поэтому будет смысл еще сплавать на базу к аквариуму и разведать тоже это такой трех створник где же искать нам а вот кстати наш пин георг он используется помимо всего прочего вот для проникновения в такие маленькие проходы куда собственно наша героиня зайти-то не сможет мы его тоже с собой заберем чем здесь скучает и идем искать детенышей надвигается опасная погода здесь по моему вообще других не бывает погод как бы а почему бы нам не нырнуть подключаем карту и и куда-то плывем плывем мы как всегда навстречу приключениям по-другому никак пещера за пещерой вот какой-то просвет есть здесь просвет и лесен это мы что вернулись обратно нет так дело не пойдет обратно нам не надо там детенышей сложно найти а вот местечко куда мы сейчас направляемся их там по идее должно быть очень даже много вот он там где-то где-то здесь где пингвины них здесь есть пещерка где-то где-то где то есть будем искать потом быть путь домой обратно найти может быть здесь где-то же должна быть пещерка где их будет очень много с детенышами а уже орет где-то от вот и это самое место теперь вот интересное явление маленькие не боятся ракеты а большие очень даже но о как он умеет как динозаврик и еще с ним можно про взаимодействовать об чудные такие довольно таки создания ну а ты что а страшно да беги вот таким образом можно усмирить лютого лютое это создание сталкера вот не знаю по какой-то линии интересно они там родственники простому сталкеру из первой части из саб науки интересно было бы знать так ну теперь что теперь нам нужно выбираться и есть еще задумка все-таки доплыть посмотреть кто там вылупился в аквариуме из нашего яйца вот она эта пещера пробуем вернуться назад а что-то мы как-то чик и где-то прям прям вынырнули я даже не знаю где ну дружище ну беги беги маленький маленький кусучий однако ну да ладно зря я наверное не взял с собой кармашек этого снежного лиса транспортная средства ну попробуем как-нибудь выплывать так же как и сюда приплыли по тому же самому маршруту это как-то нас вокруг куда-то ведет сложно вот в этих ледяных пещерах они все друг на друга похожи и бывает так что плаваешь просто по кругу и перестаешь понимали где где вообще находишься и как выбираться ладно побежим тогда можно в принципе сориентироваться на 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 местонахождение а снежный говорю полярный лист полярный лист да все верно и на нем уже до базы которая находится здесь после сплаваем на самую первую базу там аквариум есть и там какое-то яйцо вылупилась кстати которое я нашел где-то здесь блуждая по моему там где ледяной червь пасется вот такой у нас план вот такие дела в общем я думаю теперь вам не составит сложности утеплиться найти этот ценный мех сталкера и наступает темное время суток у нас ну до базы доплывем в принципе уже по темным ничего страшного сейчас главная алиса поставить на зарядочку оп я думаю можем мы немножечко перекусить попить и батончик и отправляемся путь тадамс поплыли по ночному океану вот здесь и еще кстати идет цепак но это кабели соединительные инопланетян предтечи и вот там мало кто замечает а можете замечают есть потомная потайная комнатка туннель который закрыт ледяным прозрачным каким-то как дверь которая не открывается вот но это я и сниму еще конкретно один ролик там будут про телепорты и все покажу долго я голову ломал как туда проникнуть и в итоге спойлерить не буду все увидите в ролике нужно починить нашего морехода я надеюсь у меня с собой ремонтник то есть есть вот эти вещи такие как ремонтник лазерный резак поесть попить надо всегда брать с собой они долгое время могут не пригождаться а потом когда нужны будете очень жалеть что и с собой не оказалось погнали держим путь в сторону нашей основной первой базы в которой есть аквариум а плывем потому что там что-то новое вылупилось в аквариуме бойтесь чтоб никто не подходил у меня просто есть подозрение что это вылупилось как раз таки то создание как в первой части сабнаутики была ласка умное существо вот тут мне кажется что то будет похоже я не не видел еще эмоции которые разработчики вложили в него поэтому будем смотреть вместе дом милый дом на самом деле в игре много каких-то комнат строить абсолютно нет необходимости вот достаточно того что сейчас вот есть но так как вторая база тут уже тоже может чего-то и не быть и вот он наш огромнейший аквариум то в нем новый вот 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 это новое какое-то существо сейчас мы с ним и познакомимся это голубой трестворник во-первых его бы нужно отсканировать то он такой исследование вот он существо с ярким окрасом и гибким экзоскелетом покрывающим большую часть его тела это от природы любознательное существо способное связываться с человеческим компаньоном обладают умственными способностями чтобы выучить простые команды и научиться трюкам тристворники также обладают уникальной способностью демонстрировать эмоции неизвестно является ли это формой продвинутой мимикрии или действительной демонстрации чувств вот все таки да скорее всего это ласка второй части below zero берем по аналогии с первой частью и что мы как мы поступим по идее ее ну ее его наверное это все таки тристворник его попробуем выпустить где-то здесь рядом с базой надеюсь он никуда не смоется да с ним можно повзаимодействовать отбивает какие-то поклоны одноглазый очень прикольный адамс также также как и ласка за печеньку выполняет трюки об интересно он еще пять дает там у нас у вас к пять давала ну по-разному да много эмоций есть у него какие-то повторяются хочу посмотреть их все очень интересно и забавно такой одноглазый радуется как еще и кланяется в общем то ребята на этом все на сегодня надеюсь было познавательно интересно кому-то то о чем я рассказал в этом роли в видеоролике пригодится вот всем пока пока до новых встреч в эфире